Скрипит, шатается и гниет. Пешеходный мост в паралитарском районе Твери разваливается под ногами прохожих. Деревянный настил превращается в решето, а металлические поручни ржавые и качаются во все стороны. Едва стоит вступить на конструкцию человека с велосипедом. Наша съемочная группа прошлась по дырявому мосту и выяснила масштабы проблемы. Паралитарскую набережную и улицу Красного Октября соединяет вот этот хлебкий мост. Несмотря на то, что он находится в глубине частного сектора, практически на отшибе, проходимо здесь, как на городских улицах. Однако передвигаться по нему возможно, включив на максимум внимательность и осторожность. Доски на этом пешеходном мосту шатаются во все стороны. В некоторых местах они прогнили, даже образовались вот такие огромные дыры. Провалиться туда запросто может человек средней комплекции. Нога проваливается, задевается за ржавую арматуру и встреча с травматологом обеспечена. Местные жители говорят, что с наступлением темноты этот мост становится полосой препятствий, а после дождливого лета деревянный настил превращается в труху. Помимо этого, тонкие доски прогибаются даже под детскими ногами. Ограждение, за которое прохожие пытаются хватиться, преодолевая этот тернистый путь, уже давно не опора. Стоит только появиться на этом мосту велосипеду, как начинают шататься неприкрепленные ни к чему абсолютно ограждения. Здесь оно держится на тонкой-тонкой веточке. Переправа через водоем появилась здесь еще в советские годы. С тех пор время от времени ее набегами ремонтируют, как рассказывают местные жители. Но кто и каким образом вопрос до сих пор открытый. Вот эти бревнышки, как поперечинки были, по-моему, так родные, так они до сих пор и остались. Но еще советская власть сделала. Ну вот так вот мы и ездим. А давно он в таком состоянии, то есть расшатанном? Ну видно, что как бы делали? Ну иногда перед выборами несколько досечек меняют на свежие. Ну и на этом все. Надеемся, что к следующим выборам что-нибудь поменяют. Ежедневно здесь гуляют дети, ездят велосипедисты и ходят пожилые люди. Все они рискуют оказаться зажатыми в арматуре моста. Гнилая доска рано или поздно рассыпается под человеческой стопой. Ребенок боится, потому что все шатается и дырки. Однако не все дети боятся трудностей. Некоторые сами ищут адреналин и находят его на этом мосту. Преодолевать опасности на роликах или самокатах – обычное дело. Подростки постарше облюбовали сооружение и проводят вечера, сидя на ржавом железе. По словам жильцов многоэтажек, зимой здесь тоже часто поразвлекаются дети. Тут гололед бывает, я помню. Поэтому могут поскользнуться. А сейчас? Ну, шатается там уже. Наш телеканал выяснил, что проблема моста находится в поле зрения городской администрации. В пресс-службе нам пояснили, что на прошлой неделе специалисты уже обследовали мост, выявили дефекты и на данный момент подсчитывают смету и ищут средства. Когда именно конструкция станет безопасной, пока говорить рано. Сроки окончания ремонта работ будут зависеть от их стоимости. Если специалисты насчитают сумму более 100 тысяч рублей, то договор с подрядчиком можно заключить без конкурса, что ускорит процесс. Если цена вопроса больше, то и ремонт затянется.